Добрый день! Провитание всем сковно. Мы на конгрессе доследчиков в Беларуси. Сегодня выездная сессия экспертно-аналитичного клуба у нас в тесноте данного виде. Побачим, что это будет на видео. Покучу, что вот так. Так, тема нашей сегодняшней дискуссии – это выдаленная удаленная аналитика, как работает релацированное экспертное сообщество. Я думаю, что в связи с тем, что у нас по камере так себе, я не буду представлять гостей. Сразу передам слово Вадиму Можейко. Сегодня действительно тема у нас связана с удаленной аналитикой. В белорусском переводе теряется игра слов. В белорусском переводе она либо выдаленная, либо отдаленная. Русский игрок слов есть, потому что действительно в какой-то момент белорусская аналитика оказалась несколько удалена из Беларуси. Были и, в общем, продолжаются аресты. Кто-то уехал. Сегодня обсудим, насколько много уехали. И для кого-то работа за пределами Беларуси – это что-то, в общем, естественное и то, с чем в сингтенке нормально работают много лет. Для кого-то это вызов, который оказался такой в многом вынужденный после 2020-2021 года. И сегодня мы, собственно, обсудим, как релокация меняет экспертное сообщество, с помощью чего аналитикам удается сохранять контакт с Беларусью. Ну и такая немножко провокационная формулировка о том, больше пользы или, может быть, вреда для аналитической работы от проживания аналитиков в сегодняшней Беларуси. Мы обычно считаем, что это автоматически проблема для аналитики, а вот попробуем посмотреть с другой стороны, может быть, присутствие в Беларуси. Это тоже не так просто. И сегодня наши спикеры – это Андрей Казакевич, директор Института политической сферы и исполнительный директор Беларусской ассоциации и северских центров. Привет, Андрей. Это Геннадий Коршунов, который предпочел сидеть там с твоей аудиторией, для него там, в принципе, есть стул. В тесноте, да не в обиде. Старший аналитик Центра новых идей и программный директор разведательной инициативы Беларусской академии. Серж Навродский, старший аналитик Кейс, экономист. Серж, приветствую. Добрый день. И Наталья Рябова, директор Симпель Бепарт. Добрый. Добрый. Исследования исследовательских центров, исследования самих себя мы проводили прошлой осенью, то есть уже год прошел с того времени, как оно было написано, но с тех пор проблемы, в общем-то, не сильно изменились, поэтому можно его опять повторять. Те проблемы, которые озвучивали опрашиваемые люди из исследовательских центров, мы поделили условно здесь на внешнее и внутреннее, и к основным внешним относятся следующие вещи. Общий политический кризис, когда государству, как основному стейкхолдеру, куда должны были адресоваться всякие там советы, рекомендации, не желают принимать его внимания, их сейчас к этому также присоединяется война, усугубляющая этот политический кризис в Беларуси. Это репрессии в отношении многих организаций и экспертов. Я напомню, что летом прошлого года большая часть учреждений, то есть юридических лиц, была закрыта, или сейчас находится в процессе еще ликвидации. Репрессии коснулись отдельных экспертов, стенд, с которыми вы можете видеть у нас тут в Ходле. И это породило большую неопределенность относительно стратегии, относительно будущего, то есть организации не знают, не могут твердо планировать с какой-то уверенностью. К проблемам относятся необходимость заниматься процессами ликвидации юридических лиц в Беларуси, причем зачастую удаленно или с какими-то проблемами. Во время ковида и постковидного времени еще были частично закрыты границы Беларуси, что не позволяло экспертам и персоналу ездить туда-сюда. Сейчас они тоже частично закрыты или затруднены. К внешним проблемам относятся закрытие официальной статистики по всяким важным показателям, как экономическим, так и социальным. К проблемам мы относили проведение большей части мероприятий сейчас в онлайн-формации, сейчас уже, в общем-то, распространены и гибридные всякие форматы становятся. Вот, в частности, как у нас. Да, как у нас. Максимально гибридно. Сложность или даже невозможность проведения полевых исследований, социологических опросов, очный фокус-групп в Беларуси, страх респондентов отвечать, невозможность, там, отсутствие лицензирования у белорусских организаций для того, чтобы проводить социально-политические опросы и так далее. Давайте ко внутренним проблемам. К ним в основном относится, значит, проблема дефицита квалифицированных исследовательских кадров как в Беларуси, так и за рубежом. К проблемам относится необходимость переформулирования своей миссии, видения стратегии развития. Сделать это в ситуации неопределенности очень сложно. Нужно перестраивать. Тогда нужно было перестраивать. Сейчас это, в принципе, уже более-менее организации преодолели. Перестраивать различные организационные процессы, получать в странах своего нового пребывания и юридическую регистрацию, открывать счета, разбираться с уплатой налогов, наймом персонала и так далее. И дальше еще зачастую распределять распределенным по разным странам персоналом. Отсутствие или слабая институциональная поддержка центров, которая приводит к сложностям вопроса долгосрочного планирования и стратегического развития. То есть мало того, что сложно определяться из-за внешнего контекста с будущим, так и, собственно говоря, сложно строить планы, когда финансирование какое-нибудь полугодовое. Сложности существуют с привлечением и удержанием профессиональных исследовательских кадров из-за вопросов безопасности в Беларуси. Люди опасаются работать в организациях или что-то для них делать. А финансовых возможностей, в частности, ну а топ-кадров в некотором степени есть там в ту же IT. К внутренним проблемам можно отнести сложности в построении команды в условиях удаленной работы, также с интеграцией новых людей, которых онлайн сложно там как-то включить в команду. Для центров, у которых часть персонала или какие-то эксперты находятся в Беларуси, есть конфликт между безопасностью этих людей и, собственно говоря, публичностью и желанием распространять результаты исследований, желанием там включать публикации в свои исследовательские CV и так далее. И посмотрим тогда еще слайд с выводами исследования, потому что там есть ответы на вопросы там про тематические ориентиры и так далее. Вывод такой незамысловатый, что сектор пострадал в результате репрессии. Сейчас центры работают некоторые полностью за пределами Беларуси, некоторые, я бы сказала, на большей части смешанном формате. Несколько, ну не центров, но таких исследовательских небольших групп продолжают работать внутри Беларуси. Но в целом центры смогли перестроить работу, продолжить свою исследовательскую деятельность. Насчет тематической ориентации там был вопрос. Она в целом не изменилась, то есть организации, в принципе, как занимались чем-то, так и занимаются. Хотя, сделаю ремарку, ну, жизнь в некотором роде заставляет менять свою исследовательскую ориентацию там в нас, в частности, потому что, как мы вот были сконцентрированы, занимали свою нишу госуправления, публичного администрирования. Сейчас мы все больше пишем про гражданское общество, ну, вот, потому что сейчас настолько у нас затруднется доступ к данным, к корреспондентам и вообще к тому, что происходит к информации в Беларуси в этой сфере, что наша исследовательская миссия сама по себе отползает немножко в сторону. А ты говоришь, не изменились приоритеты? Ну, мы просто скорее исключение, чем правило. В основном, исследовательские центры чем занимались, тем и занимаются. Но мы тоже не бросили свою эту нишу. Из того, что организации говорят, им нужно, им необходим доступ к долгосрочным и институциональным проектам с возможностью наращивания своей капсити, своих возможностей, им нужна символическая поддержка со стороны партнеров, СМИ и общества, то есть, чтобы исследователи и центры не чувствовали, что они пишут для самих себя или только для своих коллег, или только для какого-то проекта, чтобы чувствовалось, что то, что пишется, нужно обществу и СМИ. Ну, а для этого, конечно, нужно с этими стекхолдерами поддерживать отношения, тоже реагировать на то, что им надо, узнавать, что им надо, на что есть запрос, и про это и писать. Вот. Это все с моей стороны. Спасибо. Спасибо, Наташа. Я тогда попрошу, наверное, тот же вопрос насчет того, как релокация изменила наш экспертное сообщество и людей, что у нас прибавилось, убавилось, что изменилось. На тот же вопрос адресую Андрею. Я вам попрошу тогда тебя рассказать не только исходя из опыта своего и политичной сферы, но и в каком-то смысле от имени ассоциации проферкнесс попробовать, агрегировать из того, что видел. От всего исследовательского сообщества. Ну, от ассоциации нет. От всего сообщества мы это не отвечаем, а ассоциации почему нет. Ассоциированные. Ну, а я хочу от всего. Можно? Можно? Если он намачивал. Я так как самозванец по жизни, то... Да, у нас в самопровозглашенном конгрессе делали самопровозглашенные заявления от имени всего советского сообщества. Когда мы говорим, как повлияла релокация, мы пускаем... Ну, как это будет часть проблем, да, релокация. Потому что можно было поставить по-другому вопрос, да. Как повлиял политический кризис на все это? Или, там, скажем, как война в Украине повлияла, да. И что, и сколько в этих проблемах, которые, вот, ты обозначила, связано с релокацией, а сколько из них связано, например, с политическим кризисом, изменение политического климата. Это как бы, ну, отдельная такая тема, да, над которой нужно думать. Потому что, ну, возьмем часть сообщества, которое выехало. И у них там проблемы, да. И они, там, может быть, как-то исследования не так хорошо делают. Можно слышать много критики, да, вот эти беглые. Они, там, вот, совсем, там, как-то оторвались от реальности и прочее-прочее. Все это было бы, как бы, законно, наверное, если бы те, кто остались в стране, проводили бы какие-то блестящие исследования. Там, вот, это классно, может, они анализировали реальность, а там остались люди. Вот, мы знаем, да, организации, которые до сих пор существуют и негосударственные, даже не ликвидированные, да. Есть, в конце концов, BC, вот этот государственный аналитический центр, который постоянно демонстрирует какие-то результаты. Есть Академия наук и прочее-прочее. Что-то там тоже не видно какого-то такого, вот, прям, драйва научного, да, чтобы там какие-то исследования производились, которые бы нам очень много давали пониманию того, что происходит в Белоруссии. Ангей, давайте я развернем микрофон, вот, и жалуются на Тифи-Звук. Да. Ну, который перед тобой. Да, да, перед тобой, который. Вот, я думаю, там микрофон. Там тоже, но и этот тоже работает. Хорошо. Вот. Вот, поэтому, мне кажется, что вообще основная проблема, это именно то, как изменилась политическая атмосфера в Белоруссии, как, ну, авторитарный режим стал гораздо более жестким, и в любом случае, да, авторитарный режим, ужесточение авторитарного режима приводит к тому, что мы исследуем, ну, исследовать общество становится сложнее. Ну, скажем, проблема доступа до статистики, это не только проблема того, в Белоруссии мы или нет, в Белоруссии, потому что, ну, наверное, находясь сидя, ну, если бы находили себя в Минске, то также нам было бы сложно эту статистику получить. Существуют большие проблемы с социологическими исследованиями. Сейчас уже, я думаю, что еще кто-то, Геннадий про это скажет, с тем, насколько мы можем им доверять, с тем, что есть проблемы с панелями. После кризиса сначала политического, потом после войны. Есть, ну, фактически отсутствие возможности, да, проводить исследования, как-то, как-то, ампетитирование face-to-face. Но мне кажется, что даже те, кто остались, ну, как-то кажется, ну, мы знаем, да, что даже те, кто остались в стране, также испытывают все те же самые проблемы, да, потому что это связано именно с политическим климатом, с тем, что позволяет, либо не позволяет делать государство. Поэтому, конечно, ревокация, там, как это мы называем, переезд, порождает определенные проблемы, и проблем действительно много, достаточно много. Но, с другой стороны, это и какие-то возможности, потому что все-таки, если, опять же, обратиться к тому, что производят люди, которые остались в стране, то, ну, там очень много самоксинзуры или много просто встраивания, там, официальный дискурс, а те, кто, скажем, этого не делают, ну, либо уже не на свободе, либо, вообще-то говоря, ну, тихо сидят, да, условно говоря, то есть не встретятся, вышли из публичного пространства. Поэтому, где тут у нас больше проблем, то мой ответ был бы именно в характере вот политической ситуации в Беларуси, а не в самом феномене того, что мы переехали. Кроме того, что, ну, надо все-таки учитывать, что современная наука дает достаточно набор механизмов, набор методов, которые позволяют и дистанционно что-нибудь там исследовать, ну, например, возьмем какую-нибудь историю, потому что тоже нельзя приехать в общество начала 20 века, и какие-то там интервью провести. Но, тем не менее, даже по другим методикам, по другим источникам можно что-то достаточно точно сделать. Вот. Конечно, вот, особенно в последний год есть много, много, так, экспериментирования, ну, наступ, крайней мере, с тем, чтобы работать через, ну, информальтов, особенно говорят, людей, которые могут собирать какие-то данные внутри страны. Ну, не все это, конечно, работает, конечно, сказывается, вот, политический кризис, и вот этот страх, который есть в обществе, в академических структурах, но, так или иначе, какой-то дефицит и отличная информация это позволяет преодолевать. Поэтому, конечно, проблем много, но, мне кажется, что и не стоит привеличивать значение этих проблем. Ну, нужно просто как-то понимать, да, что это связано не столько с тем, где мы находимся, а с тем, что сам предмет нашего исследования, ну, например, государственная служба, это внутренняя политика или внешняя политика, даже в Дорусе он спал очень-очень закрыт. Ну, тут, наверное, все, что не хотелось сказать по поводу каких-то общих проблем, и, может быть, еще один момент хотелось бы обозначить, который вот очень сильно сейчас влияет на то, как мы, исследователи, в целом, в среднем анализируем те или иные процессы, и которые такой, ну, серьезный челлендж для нашего понимания реальности нашего отрыва либо не отрыва от реальности. Это информационные потоки и медиализация или, как это сказать, да, вот, источников информации. По моим способам наблюдения, конечно, после наблюдения не результаты научных исследований, вот, исследователи, причем и в стране, и за пределами, они все больше и больше привязываются к повестке, которая там есть в Телеграм-канале, словом говоря, да, все меньше люди читают, например, в первоисточнике, все меньше люди читают сайты информационные, гиперазобочные информации, все привязаны к тому, чтобы вот рассмотреть новостную ленту, и там, например, что попадает, это анализируется, рефлексируется. Что туда не попадает, то очень часто исчезает, да, например, даже люди, которые занимаются исследованием, ну, там, сельского хозяйства, вот это как бы видно, да, что даже, ну, или там комментируют, скажем, так ситуацию с этим, что они как-то вроде как не используют даже большую часть открытых источников, потому что это такие не раскрученные какие-нибудь там сайты, вот, или это надо копаться там в архивах и строчья. то же самое мне вот приходилось видеть при исследованиях, там, скажем, замерах того, что происходит в Белорусской элите, на сцене слуху там, вот, скажем, какие-нибудь пропагандисты, они там visible, вот они там, скажем, на встрече с Плокошенко и так далее, 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 ну, и многие начинают делать вывод, что вот это, как бы, это как бы, это не новый правящий класс, скорее всего, их роль политическая, она минимальна. Сейчас скажу один пример, да, который, ну, наиболее, скажем, был характерным вот для нас, когда, как института, мы мониторили сферу белорусской науки, ну, и там вот это просто очень как бы, стало visible, да, насколько отличается репрезентирование там, академии, ноу, всяких там, кусаковых институтов академических в медиа, как это представляется, и как это выглядит, если просто даже проанализировать все открытые источники, там, не знаю, там, то, что есть на сайте академии, ноу, там, в газете ихней, выходит в ихних телеграм-каналах, там, с подписчиками, там, около ста человек, там, или что-нибудь в этом духе, да, и это дает очень много новой информации, или ютюба, иногда там была одна предконференция госкомитета по новым технологиям, был всего один зритель, наверное, я был, да, по этой статистике, хотя, на самом деле, информация очень классная, да, и она давала очень такое, ну, объемное понимание того, что происходит в этом сфере. Я хочу передать слово, передать слово Геннадию, потому что Геннадий, это тот опыт, когда вот сейчас, я рассказывал отдельно о Снегтайнках, отдельно про Академию наук, Геннадий имеет опыт работы, так сказать, с обеих сторон этих, будем уж говорить баррикад, с обеих сторон этих научных реальностей, и было бы, было бы интересно посмотреть о том, как, как, с вашей точки зрения, с этой релокацией, вся эта ситуация, вообще, изменили, изменили действительно научные приоритеты, работу исследователей. Для меня переход из академической структуры в Снегтенковскую на индивидуальном уровне поменял очень мало, просто потому, что я и в одном случае был исследователем, и в другом я им остался. В смысле, что на степене свободы, да, стало больше, здесь играло место, скорее, влияние сразу ковида, когда я позволил себе отпустить людей на домашнюю работу, когда еще был директором, соответственно, сам с большего тоже, ну, потом революция, потом репрессии, потом переезд, то есть, я в режиме релокации достаточно давно, и, в принципе, как бы, опять же, я не руководитель в той организации, где я сейчас, я просто исследователь, мой единственный рабочий инструмент тут, ноутбук в сумку положил и поехал. Поэтому оценить на уровне организации я не смогу, но я бы мог сказать пару слов, скажем, о специфике, как мне видится, того, с чем сталкивается экспертное сообщество, но, опять-таки, не все, потому что я ничего не смогу добавить глобально на уровне того, что говорили предыдущие выступающие, но что я могу отметить? я могу отметить, что очевидным образом организации, которые занимаются анализом разных сфер общества, у них проблемы будут немножко различаться, именно с точки зрения предмета анализа, потому что у всех разный доступ к первичной информации, с которой можно работать, потому что если скажем изначально например условно у экономистов было больше свободы, потому что все цифры, которые необходимы для работы, они опубликовали в сборниках, социологам было сложнее, потому что ты попробуй их сразу достань, попробуй проведи полевое исследование, но сейчас ситуация не то, чтобы изменилась зеркально, но когда закрываются данные официальной статистики, действительно многим работать становится гораздо сложнее, потому что приходится искать некие косвенные показатели процессов, которые происходят в обществе. В этом смысле ситуация получше, потому что хотя мы и лишены возможностей проведения классических исследований face-to-face, то есть это не только опросы, это действительно классические фокус-группы, это глубинное интервью и так далее, то есть диапазон на самом деле достаточно широк, но нас очень здорово действительно спасают дистанционные способы работы с аудиторией. Здесь безусловно сказывается ситуация в стране, которая затрудняет и непосредственный контакт с респондентами и оказывает влияние на то, как они преподносят информацию, потому что фактор страха никто не отменял, или другими словами, то же самое спираль молчания, про которую Нойль Нойман писала, как проработающий феномен даже для общества, которое находится в стабильной ситуации, все равно оказывает влияние на индивидуальные ответы, то, как человек представляет себе мнение большинства. У нас ситуация усугубляется не только мнением большинства, но непосредственным опасением репрессий за свои взгляды, и это безусловно дает о себе знать. Но все это можно немножко нивелировать, потому что периодически возникают такие вопросы, говорю о том, что нельзя смотреть на одну конкретно взятую цифру практически никогда. Ни на рейтинг, ни на уровень доверия, ни на что. Нужно смотреть, во-первых, в комплексе с другими вопросами, потому что в нормальном случае социологи производят операционализацию, когда по ряду вопросов, которые, казалось бы, спрашивают о частностях, потом конструируется общее понимание. И общее видение картины, оно действительно гораздо более глубокое и адекватное ситуации. с одной стороны, с другой стороны, вот так вот влезешь в методику и потом в предыдущую линию. Ладно, вернемся к тому, что я себе написал, потому что это вот то, что тревожит, потому что действительно, почему про это вот я затронул, как это сразу не планировал, большой запрос на социологическую информацию, с одной стороны. С другой стороны, очень часто отмечается катастрофическое неумение с этой информацией работать. Все говорят, дай нам цифру. Это мода. В принципе, я понимаю, с одной цифрой действительно гораздо удобнее работать, но это ловушка, нельзя. Нельзя упирать на одну цифру, она не даст практически ничего. Либо нужно смотреть в комплексе, как люди отвечают на разные вопросы, либо смотреть в динамике, если уже действительно нужна одна цифра, потому что будет рейтинг, например, человека x45. И что? Это ничего. Нужно смотреть, он на пике или на спаде. Игнать, давайте вернемся к релокации, потому что я вижу, что обновляющие про социологию, я думаю, про это можете очень долго. Ну, про релокацию, да, я здесь хотел буквально несколько, так если тезисно, да? Действительно, происходит с одной стороны дифференциация усилий относительно предметов, потому что в зависимости от сферы очень разная проблема у нас возникает. В социогуманитарном подходе возникает, кроме того, еще удвоение объекта, да, потому что сейчас белорусы, белорусское общество, это не только те, кто в Беларуси, но и те, кто выехал за границу, да, и здесь помимо усложнения самого объекта возникает еще определенные социально-психологические нюансы, да, потому что вопрос, насколько мы имеем право или должны заниматься, перенаправлять часть своих усилий на, не на тех, кто в Беларуси, да, такой нюанс, он тоже имеет место быть, и определенные такие вопросы, в том числе со стороны медиа возникают. то есть удвоение объекта, специфика предмета и методические нюансы, действительно, здесь с одной стороны мы получаем ограничения в виде методик, которыми мы можем пользоваться, с другой стороны нас относительно других сфер выручают цифровые дистанционные методы, но здесь нужно понимать, что каждый из тех методов, которые сейчас доступны, будь то телефонная опросы, интернет-опросы, каждый имеет свою специфику, и поэтому когда журналисты, другие эксперты, простой потребитель социологической информации смотрит на данные, всегда нужно обращать внимание на то, каким методом вот эти данные получены. Здесь я, наверное, дальше углубляться не буду, потому что меня опять понесет на больное, но вот эти три позиции, как очень важные, я бы отметил, очень разная ситуация у фингтенков в зависимости от предмета исследований, в социально-гуманитарной сфере происходит удвоение объекта исследований, и произошло очень существенное, но, по крайней мере, у нас некатастрофическое сужение методического обеспечения, которым мы можем пользоваться. Я же хотел спросить про совсем другой опыт Кейс Беларуси, если иначе переходил из одного контекста в другой, в другую, то Кейс Беларусь как раз та организация, которая, в общем, достаточно постоянно работала, находясь вне Беларуси, писали тексты по-английски, не старались, чтобы их все прочитали внутри страны, в этом смысле для Кейс скорее это не новость, необходимость работать вне. Изменило ли в этом смысле вообще что-то для вас в последние годы, именно связанное с релокацией Мичиняка, и, может быть, тогда поделись полезным опытом этой работы вне Беларуси, как сделать так, чтобы это продолжало быть эффективным. По-русски говорим? У нас где працованы мовы, это мы как срублены. Ну, саправды, мы николи не працовали в Беларуси сто процентов, это были минимальные, скажем, какие-то там допрацовки того, что было срублено с большей экономией в Беларуси. Как сказал правильно Геннадь, у нас николи не было потребно сидеть в Беларуси физично, потому мы экономисты доследовали социально-экономичные все аспекты жития краины, навод будучи в разных краинах. У нас завсюду эксперты были в самых разных краинах, и не только в Европе дальше. Вот, тому принципу для нас ничего не изменилось, и головной мой посыл тут для всех не требово бояться. Объективно того, что мы все выехали, навод с уликами того, что методология на самом некоторое доследование перед усим социологии будет меняться, не требово бояться. Я бы воспринял это как выклик для нас и максимальность поглядеть на тое, что мы робим с иншого боку. И вот одразу перейду до пропанового. Но вот одна с пропанового, до которой мы пришли, это поглядеть по-иншому на тое, как мы ведем доследование и как мы его доносим до людей. Значит, методология безумовно не меняется. Безумовная методология, когда сказать про экономистов, они нету формулы, некие подлики, разлики, они не меняются безумовно. Но процесс может быть объективно спрощено, и ты завсюду шукаешь такие способы этой процесс создания, чтобы тебе стало простей. Для прикладов я еще что-нибудь придумаю, как это сказать. Но может быть перейду до иншей такого важного классного способа и важной парады цикавой для всех, то мы доносим это. Мы завсюду в последние годы, до 2020 года мне подалось, что во всем свете прац Thinktanks поменялась. Такие long-reads стали все меньше месяцев строкаться, все оставалось в архивах, часописах и я гляжу по белорусским Thinktanks, вот такая академичная скированность она была сгружена до публикации о часописах. Это было правильно, я в принципе лечу, что это круто. Это был тренд, который започатковал еще допустим к ИПМам свои часы, бюрокам, теперь ассоциация за следующих центров, и это правильно. Все лонгриды повинны уходить в такое академичное представление, и это здорово. Это только маленькая участка на самом деле, рубят до следующей центры. Лонгриды, так? Поглядите, до следующей суполе Thinktanks переходит на всякие policy brief, one pager, policy cut, что-нибудь там супер ультра мега brief, и так далее, и так далее. Тобак калинават калин нас сидит команда из трех человек, и мы реально рубим там, скажем, 20 сторонок доследования, мы все равно покажем одну. И моя задача доследчику, с которыми мы працевали, с нашей командой, и с иньером, и джуниером, она была на самом початке доследованием, она сказала, слухай, а что ты хочешь сказать? Вот скажи мне в одной фразе, альбо в одном скале, что ты хочешь сказать. Чем я про это скажу? Потому что по вынику праца наша все равно которая перетворяет вот таким временем максимально доступный контент, ее простей потом працевать, ее простей доставлять до стейкхолдеров и у Беларуси, и не у Беларуси. И теперь это уже неважно какую умову выбереть, ангельскую, белорусскую, российскую, вы можете перекладать с этим вими легко працевать. Таким чином это еще один инструмент того, что наша праца весь релокейт экспертной супольности это лучший челлендж выклик для нас так переглядеть эти способы и инструменты, которыми мы работаем. Добрый, давайте переходим к другому вопросу, как находить контакт с Беларусью. Я уже начал рассказать как работают, что релокация не проблема. Но все разрушена такая думка отшивания не даже. Самое часто думаю, что из Беларуси выехал и сбил контакт начинают сказать, что вы не отшиваете землю. И Андрей слухно сказал, что не только это физически застрелилось в Беларуси, не только это давало свежество, которые позволяли делать свежество, но это не отменяет тот момент, что нужно контакт сохранить. А может это какой-то миф, и не нужно на это обратить внимание, что ездишь в транспорте, на комаровку, за продуктами, это не то, что дает тебе потребление для исследования введы. Андрей, может это с тобой и начнем? Сам принцип наукового исследования по идее может быть побудованы над тем, что ты свои эмоции, свои назирания не ставишь в основу для интерпретации. Потому что находишься в Беларуси, в своем социальном окружении, ты можешь делать помылки в интерпретации даденных. То самое, как находишься замежем Украины. Заследования прежде всего по идее всегда в теории должны быть evidence-based. То есть ты можешь сберечь даденны и их анализовать. И уплыв социального сервоза как раз таки смещая фокус и уваги. Ну и часто он позволяет лучше разуметь ситуацию. Но очень часто и на двору. Тому скажем вот ну тут основное ну скажем так выйти из этой ситуации это досконаливать методы сбора информации и стараться быть менее залежным от интерпретации от своего социального оточения своих собров своего телеграмма и информационной бурбалки. Тому вот такие шляки напомним на седьмой я не обновляю то, что это проблема что есть проблема доступа информации а еще есть проблема связана не с тем где мы находимся а с тем что сама система политичная потому что я занимаюсь политическими доследованиями сама политичная система стала больше закрытой. и что с этим работать ну вот это складано и причем мне подается что зараз ситуация такая что атмосфера в громаде такая что люди которые внутри системы находятся и они все меньше и меньше разумеют какие расклады что там на версии потому что это все меньше обмирковывается потому что это в принципе уже все больше связано с некими ризиками для карьеры для еще чего и люди близкие до пробок принятия решений у них в разумею ситуации так само зараз меньше чем было ранее это отличие спасибо Андрей не надо так соответственно для социолога есть какой негативный контрольный контакт с людьми и наоборот что реально нужно страховаться и может отсидеть Украины это для социолога корыстная с наукового пункта лечения? Андрей, я очень рад в этом смысле, что науковое доследование должно быть безоценочным, так? И чтобы качественности доследчика не вплывали на выники доследования. Но все равно необходимо такое занурение в контекст. Потому что, когда мы хотим запытаться про самоотчувание человека, например, про его отзнаки политических ситуаций, ну не важно на самом деле про что, мы мусим раскласть такие абстрактные речи, которые стекаются на вельми конкретные элементы, которые будут турбовать человек. И при самом простом питании, когда мы задаем, когда мы, например, даем список вариантов отказов, мы складываем его со своего досвиду, со своего и переднего анализа ситуации. Но, когда мы будем занадто далеки от контекста, мы можем просто не сказать, мы можем даже не то, что варианты отказов, дать нецелком ответные тому, что будет думать громадство. Мы можем даже пытаться не об тем, что в громадстве обнарковывается. Только мне подается, что, ну, при нам все для социолога, разумение контексту, оно, верно, не важно. И что-то доробить, что-то доробить, как его находится. Тут больше уваги поддается треба надавать комплексным доследованиям. Не только колькостным, а и якостным. Фактически, на самом деле, когда брать академический подход, тут я не очень согласен с Сережем в Нью-Скул, относительно того, что справоздача может быть короткая. И вы не дадут значимости, будя худшей на небольшой кавалок часа. Фактически, классичное социологическое доследование, как работалось там, когда у 30 лет, когда был еще повольный, и доследчики могли себе такое дозволить. Фактически, они работались 1,5-2 года. Когда сразу серия якостных доследований, выники которых позволяют понять, ненавито, с чего люди складывают ту проблему, которую мы хотим доследовать. И только после того, уже колькостные доследования. Пожиданно еще и несколько, чтобы посмотреть, как она в динамике. Инша справа, что зараз час вельми худкий, и не за все мы имеем не то, как ресурсы, но вот просто час, чтобы зафиксовать некую кропку. Потому что простыдень – это уже инша картина со светом. Образ месяц можно сказать, что то, что ты хочешь доследовать, как-то было уменьшить. К тому так, к тому есть полная вгонка, к тому есть полное обнижевание в методах. Али, методы можно комбиновать, методы можно вышукывать новое. Что? Ну, просто я сказал так. Нет. Разумело. Но это все должно быть не в погоне за часом, а в грунтовности, я сказал. Все равно надо разуметь, что будет завтра, надо разуметь не только ту кропку, где мы сейчас, а где мы были и в широком контексте. К тому комплексное доследование, не только якостное с колькостными, а ле и междисциплинарное, на самом деле. Вот это я так само хотел бы подкреслить, потому что это верьми важно и, может быть, как мне подается пошираться для того, как разуметь и контекст, и ситуацию, и перспективы. Дякую. Дякую. Андрей, ты это дать мне что хотел? Да. Я вот про то, ну, не в скул там. Ну, мне подается, тут верьми небоспечно было покидаться у крайности. Я разумею, что зараз, в связи с тем, что вот нами опыт, скажем, на доследование кируется медиями, ну, плюс, там, скажем, полными стейкфолдерами, им не верьми хочется думать, им хочется готового продукта. И, конечно, это заразумело, да, и это вот, ну, в общем, это очень вызначает наш экспертный ландшафт, али в этом есть великая недоспека. Потому что, ну, я так само мая досвид написания таких папер, и зараз, напоятно, в этом больше займаюсь, чем там неколи. И ты вот просто бачишь этот вот массив данных, да, ты разумеешь, какая информация о Зоиде, какая не Зоиде, вынеку вот там со 100-100, выбираешь каких-нибудь 15, и просто вот, как бы, это, вот, концентрально выкладываешь. А остальные, остальные 85 затремляются, и они идут и сметницу. Что, конечно, ну, ну, вельми, вельми кепскость по углению данного, вот, ну, размеркование ресурсов. Поэтому, конечно, у нормальной ситуации, и вот на заходе в приватности, все-таки есть разные узровни, и нормальный доследчик, ну, не нормальный, ну, скажем, нормальный, ну, как бы, я думаю, как нормально функционовала супольность, это разные узровни мусит отпрацовываться. Ну, например, там Шмадзе расскажет про тое, что там уже книжки никто не читая великие, про тое, что там великие монографии никому не потребны, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, али, коли мы поглядзем на любые нормальные, ну, не нормальные, любые топовые, так скажем, да, академичный доследчик центр и продукцию, которую он вытворяет, и, скажем, продукцию, которую вытворяют его супрацовники, не обовязково внутри этого центра, али, например, працующий там в университете где-нибудь и так далее, то мы там убачим, и монографии. Причем монографии вельми часто являются таким, как бы, порогом для того, как человек просто узнялся на ничем, да, вот как-то диссертация, да. А мы побачим, что, например, науковые артыкулы, какие-то там 35-55 тысяч знаков, а это, ну, один из важных критерий оценки и квалификации человека. Ну, вот я не знаю, погодится, вот, взял на приклад, да. За этот век человек вельми добро выключенный, да, в эту сферу. А кали мы вот возьмем какие-нибудь буйные финтенки, там так само. Будут великие паперы, будут маленькие паперы, будут то, что я бы для меди, то, что я бы внутри. Тому я думаю, что мы, как супольность, вот, снова выступлю там, вот, да, да, мусить збать уже про то, как бы разные узровни были. Потому что только их это гарантует и нормальную квалификацию людей, и нормальное выкрыстание дадзиных, и критику, и рефлексию. Мы мусим робить и малые тексты для медиа, там, для широкой аудитории, али так само робить некие большие доследования при нам все, вот, мы сами могли их читать, как эксперты анализовать, критично до них ставиться, и, как бы, просто повышать вот узровень дискуссий, повышать, как бы, вот, ну, полепшать обсородзе, да, для будущих доследований. И, ну, и только так мы можем, как бы, развиваться sustainable, только так мы сможем давать саправды якостную информацию, повышать властную квалификацию, а это так само особная проблема, да, для белорусских финтенков. Убудовываться у, не знаю, это, там, региональный контекст, потому что я не думаю, что белорусский, да, следчик сможет отнимать добры, ну, не знаю, реноме, там, да, добрые оппозиционования, когда он покажет, что он может только писать короткие паперы, да, потому что, вот, нема, это капитал, вот, разу, там, политичного, и, когда он, например, приходит в иншую, иншую, иншайсеродзе, там, в Британию поедет, да, то он будет презентовать такие вот доследования, где, там, на две-три сторонке, то боюсь, что экспертная супольность, эти академичные супольности, я его серьезно спрашивать не буду. И я буду спрашивать серьезно только тогда, когда он сможет продемонстровать максимум своей працы на на совсем меньшем озеро. Кому, вот, как бы, закидать эту сферу, и к этой практике, ну, нелегко, смог бы подруглечить. Дякую, Андрей. У нас, конечно, бачен, что тема актуальна для нас, в полный момент, когда не только релокации, мы уже прошли зараз про олдскул, ньюдскул, я уверенно знаю, что все еще прошли, не, ну, докладно, не сможешь оказывать только про продавцоведово за релокацией, а давай попробуем совместить и про олдскул, ньюдскул, и про то, как, про то, как заховывать контакт, и в уголе эти, там, кейсы, Кристи ставил перед собой такое питание, как заховывать контакт за Беларусью. Доброе. Перед тем, как откажу на питание со стейкхолдерами, вернусь до академичности и коротких паперов. Я, конечно, сказал, не знал, я не знал. Ну, я просто закончил эту тему. Я, на самом деле, не суперец. Андрей, абсолютно не суперец академичности. Я думаю, что эта академичность… А мне не знал, разумеешь. А я, конечно, замысел бы. Он повинен быть. Я сказал так, что компонент академичный он повинен быть. И круто, как он выходит в больше науковые часописы. Так? Не только у Беларуси, а и паза Беларуси. И это важно. Мы призвучались, что мы можем надруковать, где, например, экономист, можно надруковать в Беларуси академичную артыкул. А кроме сборника конференций. Вот я ранее был еще студентом. У меня был первый опыт – это сборник конференций. Ты там что-то там написал. Там было меньше, чем две сторонки. Вестник академию паркирования есть. Вот. Миновиты. Вестники, часописы. Круто. И на самом деле это нормально. Баковский Вестник. Верьми классная часопись. Да, да, да. И есть низшие артыкулы, на которые ты реально посылаешься. Ты находишь там личбы. И так треба рабить. Но глядите, часописы есть не только в Беларуси. Часописы есть в Европе, в Штатах. Они есть цитованы, не цитованы. Треба туда глядеть. И вот мой посыл был тем, что когда мы уже съехали, так и нормально, что мы съехали. Треба поглядеть шире на это. Треба найти там, я не знаю, коллег с других университетов, с других think tanks, с других доследших центров и с ними другаться. У меня был особистый опыт, когда мы с профессором из Лондона после вот падения Украины в 14-15-м годе. И он так очень интересно ему стало. и он запрогнал, говорит, слухай, ну давай попробуем что-нибудь написать. Я говорю, да, задавали они. У нас было несколько артикулов, которые мы подали в часописы, и они все надруковались. Супер. Вось. Але, я кажу, что требовал вспомнить, это как челлендж, как выклик, как поглядеть на то, что мы робим еще больше. Ширей. Контакт со стейхолдерами. Это великая проблема, на самом деле. Я признаю, и у меня нема готового отказа на то, как правильно зараз в этой ситуации зиме заставаться. все будет залежать, конечно, от вашей профессии. Ну, когда это социология, ну, все вельми дрянное. Разумеется, тут онлайн инструменты из большего, которые повинны быть заменены оффлайном. Вот. Что-то отличается экономике. Ну, требует, знаете, выдумлять. Мы разумеем, например, что частка статистики, которую хавая Белстат, она все одно передается в международные институты. Мы это ведем, только Беларусь обвязана передавать частку международной статистики вдалей, в ушей. И мы таким чином начинаем копаться глубей, глядеть разные статистичные сборники, статистичные, скажем так, дробные агентства по самым разным секторам. И там можно что-то это найти. И это справедливо. Я скажу зараз про пошук. Контакт, как ты не выпадал за честность, а ты, разумеешь, что там отрывается не просто пальцем в небо, а реально хоть нечем доказать. Каким чином другая справа, это донести наши продукты до людей, до беларусов перед всем, и до тех, кто связаны с Беларусью. Тут нападом остается два инструмента. Первый – это все международные контакты, которые у нас есть, они зараз пошираются, безумовно все больше и больше конференций, в максимуме делиться опытом. Это здорово. Для этого требует учать мовы. Тых, кто переехал в Беларусью, не ведавшую мову, их требует учить однозначно, учить ангельскую, французскую, то есть международные, которые много разговаривают, так само локальные, и делиться с этими краями, в которых ты находишься. Это, напевно, один спешный инструмент. А другие базовые, которые остались, ну, ничего лучше не придумаю, как просто працывать с беларускими масс-меди, теми, которые остались, с которыми зараз, скажем так, либо есть контакты, либо требует навязывать с ними. Причем я бы был за то, как бы мы навязывали контакты с максимальной колькостью беларусских медиа зараз. Прям вот с максимальной. Я скажу не обоязково с обычными интернет-сайтами, не так, что там наши Нивы, эти зеркала, а это там самое, там с Треграм-каналами, с Ютуб-каналами, с, может быть, самим надо запускать некие новые инструменты. Я думаю, там, зараз ТикТок популярный, мах, чем и там что-то с три бродить. Попробуй. Вот. Да, учиться, учиться этому, ну таки, щиро признаюсь, для нас всегда была проблема коммуникейшн. Эта проблема не снялась, она таки еще поднялась больше всего 20-го года. Ну, что могу сказать? Требустин, школа учиться, сам пойду, ищик буду отправляться. Как вопрос, опять же, сохранения контакта с Беларусью, опять же, и с учетом специфики этой сферы госуправления, я думаю, что здесь, мне кажется, вообще, в принципе, можно делать? Или, может быть, есть какие-то инструменты, которые хотелось бы применить, но, понимаешь, но госуправления не работают, тут не могу. А может быть, в других сферах это было бы интересно. Нам остается только уповать на людей и выстраивать связи с людьми, потому что наши исследования в основном качественные, то есть нам нужны свидетельства качественные с места, интервью различные, там, описания, оценки и так далее. И, ну, частично мы можем это получать, частично нет. Как я уже говорила, доступ к данным, вот именно государственная статистика, документы, он все сокращается, сейчас там вообще очень много всего издается под грифом ДСП, то есть что там написано, соответственно, мы не знаем. Анализировать сложно. то есть доступ к Беларуси усложнился в смысле получения данных, но доступа к Беларуси нет у тех, кто в Беларуси. Так что им там, соответственно, то же самое анализировать или получить какое-то интервью ничуть не легче. А что касается вот уже dissemination, распространения данных на беларусов, на людей внутри страны, то тут сложно, потому что вот если мы смотрим на социологические данные, то мы видим эти бурбалки, да, эти пузыри, которые потребляют свои источники информации и за них никуда особо не выходят. И когда еще был тут бай, который был популярен у всех, от чиновников до слесарей, от оппозиционно настроенного до провластного, плюс-минус настроенного человека, то можно было там запулить текст, да, и в принципе его прочитают или онлайн. Вот сейчас все сложно в этом смысле, СМИ в специфической ситуации находятся, то есть даже если мы там прекрасно выстраиваем коллаборации с этими независимыми СМИ, мы знаем, что их там колонку на них или сообщение, или описание исследования прочитает, увидит, узнает только вот этот самый пузырь. Как добраться до пузыря, который находится вне или в другом пузыре, мы вообще понятия не имеем. Вот, у нас нет сейчас никакого выхода. Но опять же, если бы мы были в Беларуси, это бы нам ничем особо не помогло в этом смысле. Ну что, мне кажется, тогда в конце мы как-то так хорошо раскладывались некоторое ощущение, что мы, может быть, немножко уехав из Беларуси, хорошо себе доказались, да нормально, да ничего страшного, да все у нас хорошо, и вообще, может, не очень-то и хотелось. И поэтому логично тогда перейти к последнему вопросу, который, в общем, как раз и про это. может быть, хорошо, что почти все сингтэнки, аналитики уехали из Беларуси. Может, хорошо, то есть, насколько нахождение в Беларуси полезно. То есть, действительно, как Андрей ты вначале говорил, что это, ну, по сути, приводит к какому-то, либо люди сидят, либо люди сидят молча, сотрудничают с властью. Может быть, хорошо, что сингтэнки уехали. Опять же, это звучит самому, кажется, провокационно и с некоторым самоутешением, но, действительно, может быть, в этом и есть смысл. Те, кто находится и работает сейчас из Беларуси, ну, а насколько она вообще в таком случае может быть эффективной? То есть, давайте, или не только себя успокаивая, но, может быть, тогда представим, вот, чего мы хотели сейчас получить такого, что могли бы получить в Беларуси, если там что-то для аналитика вообще полезное. Опять же, вот не для нас, как для каждого человека, тут каждый найдет, почему скучают дома, а с аналитической точки зрения. Есть ли что-то сейчас действительно полезное от этого? Потому что, опять же, можно оказаться в ловушке, когда мы все время ищем выход на Беларусь, инсайты, какие-то мнения людей. Может быть, это реально ложные данные, которые сбивают фокусировку, в конце концов. Андрей, добавил. Это то, что, как бы, дополнительные источники информации, конечно, в Беларуси где-то, может встретиться с кем-нибудь и поговорить, или, скажем, прийти на какую-нибудь конференцию и там в каварах постоять. Ну, короче, конечно, понятно, что, занимаясь какой-то сферой, находясь внутри страны, ты можешь ощутить какие-то вещи более точно или понять, скажем, логику. Иногда ты вот по вторичным источникам, или как вторичным, ну, по медиа, или там по цифровым каким-то источникам, когда анализируешь, тебе хочется задать какой-то вопрос на уточнение, что вообще человек имел в виду, например, используя какой-то термин. Ты это уточнение можешь сделать, пообщавшись, может быть, даже с автором и услышав от него этот комментарий. Когда ты в ней, ну, тогда уже больше ты должен сам додумывать, да, что-то такого, да. То есть, поэтому, да, источники информации сокращаются, что, конечно, очень плохо. Я, как я уже сказал, это большая проблема, хотя я не считаю ее критичной, по крайней мере, для большинства направлений вот в социально-гуманитарных исследованиях. Ну, и вторая проблема, это время, потому что, находясь в стране, вот даже конференцию возьмем, да, и придя на какую-нибудь конференцию, ну, ты там послушал пару докладов, потусовавшихся там, неформальные и так далее, ты в итоге можешь получить про какую-то сферу информации столько за, там, за сколько, не знаю, там, за восемь часов, условно говоря, там пребывания, сколько прочтения всех статей, прочтения, там, книг, каких-то монографий и так далее у тебя бы заняло, там, скажем, две недели. Вот. И получается так, что, ну, это просто эффективнее было бы, да, твоя работа, ты бы, тут потратил ты восемь часов, тут потратишь сорок часов, да. И это, конечно, ну, вот, иногда значительно ухудшает, скажем так, ну, качество данных или объем данных, потому что, ну, времени у тебя нету, и ты идешь по тому пути, что ты просто сокращаешь количество собранной информации, чтобы их как-то вот впихнуть, там, вот, эти восемнадцать, шестнадцать, или два часов, вместо того, чтобы вот получить их в концентрированном виде, просто общаясь со специалистами, или, там, что получая. А, ну, и, может, еще один момент, ну, конечно, нельзя забывать про то, что иногда полезно почитать какие-нибудь издания или монографии, которые есть в Национальной Академии Наук, и которых нет, там, вот, в интернете. В Национальной Библиотеке? Да, в Национальной Библиотеке, да. Вот, они там выходят с тиражом пятьдесят, там, экземпляров, лежат только там, еще там, где-то вот, и, конечно, не находясь в Беларуси, получить доступ к всему этому бывает сложно. Но, опять же, это вопрос не то, чтобы вообще не решаемый, потому что ты можешь его найти в каталоге, потом кому-нибудь заказать сканирование, он тебе это пришлет, на это время деньги, да, и получается, конечно, ну, как бы это дополнительные расходы, дополнительные издержки, чтобы получить то, что ты мог бы получить быстрее и дешевле. Ну, знаешь, когда я, честно, начал говорить про азиатную конференцию, в Минске, которых, да, не хватает. Вспомнилось то, что, то, что нас пишут в, то, что, как раз пишут в чате, про то, что, видимо, в ответ на мой вопрос, что возможно провести в Минске, пишут форум Минского диалога с представителями российских регионов и Абхазии. Мне не хватает, действительно, да, возможности сходить в Минске на многие ивенты, которые бывали, я согласен, много позволяли получить, но справедливости ради, в общем, дело что не только в том, что я на них не могу сходить, а дело в том, что их, собственно, больше и нет в Минске. То есть и ивенты, и площадки, куда мне хочется зайти, ощущение, что ивенты не проводятся, площадки разгромленные, закрытые, и, как бы, условно зайти не в пресс-клуб, не в могу, я не могу не только потому, что нет меня. Научные конференции все еще проводятся, и я думаю, что если правильно выбирать, куда ходить, то интересную информацию, интересное наблюдение и интересных экспертов там можно будет. Я думаю, да, даже на форуме местного диалога с Абхазией и Кипотетическом тоже, наверное, что-то было бы очень интересно. Ну, да, давно хотел посидеть в Абхазию, а тут была бы возможность все это посмотреть, не ездив в Абхазию там, не рискуя чем-то. Антропологические исследования тоже исследования. Вернемся все-таки вполне к реальной Белоруссии. Не знаю, наверное, опять же, опять же, я по порядку Геннадия, да, в Абхазию голову вспоминаю, есть ли то, чего действительно не хватает, вот именно, как я формулировал в вопросе, в современной Белоруссии. Вот не в той, которая была там до конца девятнадцатого года, до пандемии, до репрессий, вот до всего этого, а насколько в современной Белоруссии полезно, в общем, находиться аналитику, ну, в том числе, исходя из опыта, вот, опять же, поскольку мы видим сейчас на Конгрессе, выражая солидарность в том числе с Евгеном Меркесом, то есть, в каждом смысле, центр новых идей как раз были люди активно в Белоруссии, кто, в общем, сотрудничал, там, контрибьютил, делал подкаст, что-то писал. Насколько это позволяло получать какое-то действительно суперновые данные и, ну, опять же, приличные риски, сколько мы уже выражаем солидарность с задержанным Евгеном, так как тут все понятно, насколько это было полезно для аналитики, действительно? Ну, посмотрите, я бы говорил, что возвращался вот, прежде всего, к контексту, да, контекста, на самом деле, пока сейчас, мне кажется, что мы, те, кто уехали, да, мы, на самом деле, сейчас до конца не можем понять масштаб, да, насколько накопилось, эта разница накапливается и вот между теми, кто уехал, теми, кто остался, да, и когда вот эта разница станет критичной, и опять же, я думаю, что здесь будет очень здорово сказываться отраслевая специфика Сингтенко, да, наверное, те, кто больше в экономику, скорее всего, вот эта вот разница гештальта, который формируется разная, да, разницы, скорее всего, не будет, может, она никогда и не станет критичной, но для, скажем, социологов, которым нужно понимать контекст, да, даже, ну, как я говорил раньше, даже для того, чтобы понять, как спросить, даже один момент, а второй момент, все равно цифры нужно интерпретировать. для нас, мне думается, понимание контекста крайне важно, и я пока не могу сказать, насколько мы сейчас начинаем выпадать из этого контекста. Я понимаю, что мы выпадаем, ну, просто по определению, да, мы стараемся компенсировать это большим уклоном в качественные методы исследования, да, для того, чтобы понимать, какими словами люди думают, какие проблемы их волнуют через их самоописание и так далее. Но я понимаю, что риск вот этого выпадения из контекста есть. Вот. Мне представляется, это главная проблема, главная, ну, что ли, нюансировка, вот, которая есть с точки зрения социологических исследований. Серж, а было бы чем-то полезно иметь возможность ездить, не знаю, с Беларуси, там, встретиться с авторами банковского вестника или что-нибудь такое? Ну, безумовно. Ключевая проблема, я лечу, что для всех think tanks – это максимальность уплывания на державную политику. И зараз, коли мы выехали. Отповедно, коли мы выехали, наш уплыв на эту политику сменьшается до нуля фактично. Не потому что мы не хотим с этими людьми не разговаривать приватно, ну, потому что они там на иншем боку. Нет. В любом случае, ну, у нас такая праца. Наша праца – эту информацию аккумулировать, анализовать и вот этот evidence-base показывать, да, каким чином это можно выкористовывать державные политики. Это не только питание экономики, это передусим в социальной, например, науках. Ну, не в социальной политике, не в науках, а в политике. Вот. И одна справа сказать про реформы макроэкономичные, где, в принципе, все больше-менее сразумело, другая справа показать, я не ведаю, реформы пенсивной системы. И я вижу, что у нас зараз нема ни аргументов, ни, может быть, морального права сказать, а, беларусы, знаете, у вас там накопление требует тримать не в Беларусьбанке, а там, ну, там, грубо, не в, там, не в, не, не, не тут, а вот там вот, да, наприклад, не там… Не тут, а там это где? Ну, наприклад, не в пенсионных, не там просто программу там страхования життя, а вот с новой программой пенсионного страхования, которая вышла сегодня как раз таки, да. И, знаете, мы все это, скажем, гипотетично, мы не можем оценить это ни на своем приватном опыте, ни на, скажем так, ни в контакте с людьми. И это критично важно. Тому еще раз повторюсь, наш, на жаль, голос в якости голоса реформов, альбо голоса для тех, кто робит зараз некая реформа в Беларуси, он, конечно, снизился до нуля. И для беларусов мы так само, на жаль, маргинализовались. Маргинализовались. Так вот, и это не хватает. А то, как мы были в Беларуси, и нам требует там быть, ранее, позднее, конечно… Уточняющий вопрос. А вот о присутствии в Беларуси, кому из think tank'ов, тебе кажется, позволяло влиять на политику? Они сейчас уехали и перестало влиять. Кого можно было сказать, что они влияли? Потому что сейчас снизилось до нуля. Хочу представить, у кого оно было иначе по географическому признаку. Ну, например, возьмем мы Костричневский экономичный форум. Это была приотсылка для конкретных перемол. А прошлые пару формул были вельми конструктивными. Приходили… Подготовка не тяжа, короче. Приходили высокого взрослого чиновники. Мы с ними обновляли конкретные проблемы. Были пропоновые, выказанные. Выказывались не только мы, выказывались международные институты. Там Светлый банк сказал про приватизацию державных предприемств. Там, я не веду, про пенсионную реформу мы шмат казали. Приезжали доследчики из Польши и казали там про пенсионную реформу. Ну, короче, их было шмат. И я могу сказать, конечно, что это было 100% все сделано, но тем не менее, вот такого рода контакты, это обвязок, это минимум из того, что нужно делать. Сейчас его нет, в принципе, не может быть. У меня субтитивное ощущение, что, действительно, то, что ты говоришь про тот же Кэф, это было, в какой-то момент это было, и были прям интересные обсуждения, это видно было. Но у меня, например, от последнего Кэфа у меня осталось довольно грустное ощущение, когда, да, вот говоришь, Всемирный банк говорил там про реформы, про пенсионную систему, про криватизацию. Потом выступал там министр экономики или вице-премьер, когда там выступал на последнем Кэфе и прямо сказал, реформы нам не нужны, как и ваши советы. У меня было, по-моему, было ощущение такое, что, ну, вот, собственно, вот полезное, прям видишь, насколько коллеги там глубоко делали классные исследования, а они прямо обозначились, что нам ничего не нужно. И такой, ну, как бы, и все. И вот вроде все хорошо и утыкается в эту стену. Ну, опять же, мы в субъективных впечатлениях, как бы не экономист. Хочется верить, может, там были очень полезные, да. С одним словом Андрею. Ну, доброе, там частка выехала, маргинализовалась, значит, там не можешь уплывать на decision making, да? Ну, вот, где такие люди? Не, я веду этих людей, которые там заспались, они там, куда-то ходят, там с какими-то состроками со своими знакомыми, что-то там с ними расповедают. Но мне подняется, что их максимальность уплывает на decision making, это, ну, как бы, равна мощному нулю. И снова же, это вот я повторю свой первый тезис, какая-то проблема на виду закрытости системы, какой она стала, а не то, где человек находится. В Беларуси, там, те, те не в Беларуси. Просто система закрылась. Вот ей больше не потребны советы. Вот правильно вот Вадим каже, да? Парады. Вот в певной ступени они выручили, что все, да? Нам, мы будем там, мы сами ведаем. И будем, скажем так, свою политику вызначать, заходя через этого. Ну, вот оно так и працует. И те, кто застались внутри, мне подается зараз так само внимать уплыву. Вот ты кажешь там про экономику, да? Мне подается, что экономичные органы, в принципе, зараз значительно меньше уплываясь на дистрижном меке, чем когда-то было там, вот в период, когда я пошла либерализация. Все эти министерства экономики, все эти нацбанки, это уже вот как бы, ну, далеко не то, что они могли робить, там, вот, три года назад, те четыре года назад. Просто потому, что центр улады вместился. Правильно, это изменились. И в этом проблема, вот, уплыва на дистрижном мекинге, а не вот им, все там, мы в Беларуси, а не в Беларуси. А эти маргинализованные мы для белорусского громадства, ну, это великое питание. Вот, насколько мы были тогда не маргинализованы, зараз маргинализованы. То есть, вот, какая такая была тенденция, потому что, ну, те меди, которые находятся за между, которые до этого другого из нашей дадены, ну, я думаю, у орбите их знаходится, каля половое населенство. Ну, там, плюс-минус. Ну, основные лечбы я не такие, да, вот, что мы маем там по социологии, по неких инших прямых сквознодатин. Кали ты можешь мать аудиторию, каля половое населенство. Плюс-минус, ну, напевно, так, тяжко сказать, что ты там прям таки вот маргинал, я какого там, вот. Чем больше, что, кали возьмем державный сектор, там тоже есть свои аналитики, эксперты и так далее, и мы поглядем на аудиторию державных мер, где они выступают, это так само, ну, там, вот, лучшим выпадку, каля половое. Вопрос Артема Шрайбмана. А что эти хорумы изменили в экономической политике? Пытание, которое поднял Артем и Андрей, оно, в принципе, экзистенцийное, так? Ну, вот, насколько роль всего нашего доследчего комьюнити уплывая на стан життя людей в Беларуси. Не зараз, а на отране. И это серьезное питание доследования, я не рабил такого доследования. Я могу сказать, что наши особные пропановы, ну, допустим, там, по реформе транспортного сектора, который мы казались, там, в 14-15-м годе по введению, там, операторов, они все ввелись. Я не могу сказать, что это мы конкретно, для кого ученам. Але я знаю, что и формулировка, и то, как они там працуют, и, наприклад, пилотные проекты, все, как и так, они были сконструированы, они были ввремя подобны для того, что, как мы разговаривали, в той час с Министерством транспорта. Безумовно, КЭФ не изменит ситуацию в один КЭФ. Але, разумеете, на мою думку, нашей этой задачей основной быть, так? Наша основная задача – ясновать. И в академичном, и в полисе просторы. И то, что мы яснуем, то, что мы, скажем так, на вас съехавшись, все равно застоемся не в некой орбите, так, там, на зеркале и на инших каналах – это важно. Это важно для людей, и перед усим, ну, для того, скажем, показать эту объединенность. И еще раз, мы ранее-то особливо не уплывали, зараз мы еще меньше на это уплываем, и мое питание до Андрея – ну, и себе, ты там, я не ведаю, пенсионер в каким-нибудь там, в Несвичском районе. Хоча… Ну, и себе, ты… И он считает… Безразличные аналистики, что биси, что биса… Не на ви, ты что? Ну, то есть, как… Как колеру мне вашу аналитику вообще? Ну, я бы чувствую нормально. Ты что, не тропи хоть один пейджер, хоть там, пол пейджера? Я, ну, как бы… Не, а тебе, и себе приходит… Глазовая повестка… А, тебе приходит белсад и такой… А как возрабить пенсионеру лепш? Разумеешь? А этот пенсионер слухает такого вот там, например, Сержи Ци Андрея, и думает, да ё просто так, вы сидите там у своих Польших, там, зажрались, понимаешь? А мы тут… У нас у меня пенсия – 240 рублев, и что? Не, ну, слушай, это проблема этого пенсионера, прям, привлекла. Я за чего-то, ну, блин… Ты знаешь, ты знаешь, скажешь про медиа, да? Ты знаешь, наваляешь, что мы можем что… Рабить… что там… Формовать громадскую думку. Инфенсерами, так. Мы поверены быть инфенсерами. Это только одна из великих… Одна из задач, может быть, финтенковая. Причём я не хочу, что доследчиков обязательно должны ставить себе такую задачу, Потому что, когда он уже пробует гулять с думкой, то он уже больше переходит всю стадию политичную, чем доследующую. И, конечно, целиком мы как-то подбегнусь немного, но может часом в арте заставаться, скажем, на своей позиции, как бы доследующий в этом контексте. Если говорить о проблеме, то есть я пенсионер, я слухаю в Белсад, но мне важны не столько дадины, а какие-то доследующие, а какие-то посылы, что там будет завтра, на какие-то, скажем, поплывая война на моей жизни, а на какие-то, скажем, все-таки Лукашенко не ведает, там, кепски ты добрый, ну, такие всякие речи. И, ну, я лечу, что те налитки, какие там вещают через Белсад, там, зеркала и так далее, ну, они дают отказы на это питание, больше-менее, да? Ну, например, они могут дать некие прогнозы, что вот война с Украиной, там, приведет экономичная кризиса, требует думать там про тое, про тое, про тое, там, да? Те там, скажем, зарубить акценты на тое, кто в этом виноват, там, да? И всякое такое. Ну, я не думаю, принамся, ведущий, это великая гипотеза, да, что в этой думке, которую он бачит по Белсаду, там, ци праздничные каналы в вынику не вплывают на его, что он до него ставится так, что вот прямо кто-то там за межой ему вещает, а ему его не успремает. Ну, сможе, а треба, как, зарабить такие выводы, опираться на некие дадзины. Вот дадзины показывают, что аудитория гэтых каналов, які знаходятся за межой, досудково широкая. Я так осторожно кажу, каля половы, это, значит, может быть меньше, это может быть больше, аля я принамся, это вельми великий сегмент белорусского громадства. И, может быть, навод, большинств этих людей, кивоку ли текаются политикой, да, тому, что многие люди, в принципе, не читают ничего про это, и их это не текается. Ну, я бы не сказал, что такая ситуация настолько кепская, как ты кажешь, навод, когда ты пенсионер, там, в каком районе? Несуществом. Несуществом районе. Вот. И, когда это не так, то, ну, это треба было бы мне их показать, потому что это, конечно, вельми важное питание, аля, как бы, вот, проблема, да? А для того, чтобы зарабить этот тезис, вот, как ты рубишь, ну, треба было бы с этим покопаться. Ну, дабы, а скажите тогда, какая наша задача, как доследчик центров? Я не знаю, что взял на себе модератскую патриотику. Вмечайте, да, вот в таких громадствах, альбо, скажем, в таких складанных системах социально-экономичных, политично-экономичных, как Беларусь, какая наша роль, когда мы мало можем уплывать, так, на громадскую думку, у нас мало канала уплыву. Ну, я неизгодный, что… Мы же не можем писать какие-то академичные пейперы и думать, что окей, ну, вот, я доследчик, я написал там… Мы можем все, я так думаю, да. Из чата обращаю внимание к нашей дискуссии про КЭФ, что вот она считает, что эти форумы в парке высоких технологий, кажется, что-то меняли? Ну, хороший вопрос, где эти форумы, где парк высоких технологий? Андрей, я говорю, ваша дискуссия продолжается. А Серж еще говорил, что в этом мало времени, он будет уходить, я смотрю нормально, это интересно. Приходя к вопросу, надо про… все-таки про нахождение в Беларуси. Опять же, понятно, что после задержания Кузина довольно понятно, почему нахождение в Беларуси вызывало сложности, но с точки зрения того, что кажется потеряно, насколько, по крайней мере, насколько тебе видится, насколько бы нахождение в Беларуси, ну, например, помогло или помогает кому-то устанавливать контакты с теми чиновниками, насколько полезно, например, фингтенком пытаться кого-то там сотрудников, может быть, не публично сохранять в Беларуси или там сотрудничать с кем-то обязательно в Беларуси, насколько это будет помогать эффективно представлять картину? Ну, дискуссия Сержа с Андреем демонстрирует то, что я… слайды, которые демонстрировала в самом начале, про то, что существует некая неопределенность, и семтенки тоже не совсем понимают, как бы, как сейчас выяснилось, ну, до чего они существуют. Была даже там какая-то классификация, что есть там think tanks, think and do tanks, and do tanks, то есть те, которые ближе к академии, те, которые просто там осмысливают общество и пишут про это, те, которые занимаются этими работами и заодно ведут какие-то advocacy компании, вот, и те, которые вообще плотно занимаются, как, например, там классический американский, да, конкретным там advocacy, логизмом и так далее. Вот, и стратегия у think tanks может быть разная, она может и меняться, да, то есть просто понимать общество, описывать его – это бесценно. Вести там advocacy компании, чтобы улучшить жизнь людей, там, не знаю, уменьшить налог или что-то полезное привнести в жизнь пенсионеров – это тоже прекрасно. Вот. Так что, видите, вопрос такой. Что касается Беларуси, быть полезно, быть в Беларуси, не полезно. Мы этот вопрос обсуждали, кстати, Вадим, вот год назад, когда только все там начали эту релокацию, и то же самое звучало. Да, во многом наш спектно-аналитический клуб сегодня, он во многом наследует дискуссии летом, летом 21-го года, когда вот только-только прошли аресты и Татьяны Кузиной, и Валерии Костюговой, которым мы в 8 раз желаем немедленного, или, как минимум, скорейшего освобождения. Ну да, во многом просто, что за год меняется, интересно. Я и тогда говорила, и сейчас снова повторю, что я считаю, что, конечно, лучше и полезно быть в Беларуси. Оно просто уравновешивается, даже не уравновешивается, а на другой чаше весов просто твоя личная безопасность, риск сесть, твой личный комфорт и свобода. А так, если можно было бы быть человеком-невидимкой, например, то я бы, конечно, предпочла для понимания Беларуси быть в Беларуси. Не только потому, что очень важно самой лично увидеть, сколько стоит клубника, или как выдают паспорта в расчетно-справочном центре. Не ответы важны, а важны вопросы. Если лично находишься в Беларуси, вот даже сейчас, когда разговариваешь с друзьями, ты понимаешь, какое море вообще истории проходит мимо СМИ. Куча людей там проживает невероятные истории с задержаниями, экономические истории, социально-политические. Ты этого всего не видишь, потому что ты просто живешь в другой стране. Поэтому мы теряем не какие-то ответы, которые ты лично мог бы посмотреть, а вопросы. Мы теряем повестку, мы реагируем только на то, что пишут в СМИ, или то, что мы, условно говоря, из книжек прочитали, что есть какие-то там нормы или best practices, и мы вот их сейчас поисследуем. Так что мы теряем очень многое, и можно назвать меня там мистиком или кем угодно, но я считаю, что это нужно чувствовать и видеть лично. То есть наблюдателем нужно быть полноценным, настоящим наблюдателем на месте, чтобы это все анализировать. Я не отрицаю, что есть доступ к статистике, что что-то можно удаленно делать онлайн, но, в общем, мое тут мнение однозначно в пользу того, что нужно быть в Беларуси. Слушай, спасибо. Тогда предлагаю, у нас есть уже один вопрос в чате в зуме, и, в общем, вопросы из аудитории у нас тоже есть возможность для продолжения обсуждения. Вопрос в чате в зуме такой. Спрашивает Ольга, «Наколько высокий опыт на реликованных экспертов с Беларуси за межой? Они известны, кто негативный вплыв в отношениях с собой, как эксперты, именно с Беларуси, при пошуке работы и пропаганных исследований?» Ну, правда, доброе питание, чтобы мы более разговаривали про то, как и эксперты, и сингтенки, фактически, тоже белорусские за межой работают. А насколько сейчас эта ситуация в том, что белорусскость допомогает, рассказывает в том же суппроцентстве? Все мы видели, насколько высокий был опыт на экспертов у замежных меди в 2020 году, если что-то такое старается, про Беларусь сразу нужно, всем по 5 интервью в меди, но, правда, у кого есть опыт относительно суппроцентства, как тут белорусскость уплывая? Ну, напевно, треба одразу сказать, что большинство, напевно, экспертов белорусских, которые выехали, и они заставлялись в белорусском контексте, в белорусских проектах, в белорусской суппольности, и, конечно, негативно не вплывая на их, и моя навазь похожа на белорусская. Ну, что тычется интеграции у суппольности, там, национальной, и региональной, ну, конечно, есть проблемы, потому что треба думать, чем себя зацекает. И белорусская повестка, конечно, после, там, 20-го года значительно меньше интересной стала. Ну, али пытание вот им, на кольких это поведаем этими задачами этих финтенков, особенно вот тех, які застались на белорусской повестке, чьи это может быть неким приоритетом у них, там, вот, спросование с тазанчами. Ну, это не так видовочно. При нам все, коли мы, скажем, могли про весь сектор, а не про особенные, там, профессиональные траектори. Крейсер, может, ты поделишься опытом, поскольку кейсы изначально ведь существуют в таком, достаточно, в международном контексте, насколько, насколько сотрудничество, знаю, стало лучше, хуже, после 20-го года? С белорусами, которые взехали? Ну, за, то есть, словно говоря, там, не знаю, в общем мире все, без кейсов спрашивает, к этому кейсу, эксперт кейс Белоруссии нам нужны, или наоборот, говорят, эксперт кейс Белоруссии, у вас белорусский паспорт, все, вы все околаборанты Лукашенко? Нет, ну, это питание не до меня, на самом деле, потому что мы, в любом случае, працевали с теми, либо частково в Белоруссии, либо не в Белоруссии, так? Тому, я могу сказать напевно, что стало больше людей, которых можно зараз брать на працу, когда ранее был такой невеличкий голод, и требовало лучше шукать помеж студентов белорусских, вот, их специальностей, вот, с теми керунками, которые, которые нас цикавили, и ты прям шел, конкретно и выбирал, и было реально проблемы с часами снасти людей, то зараз, конечно, наоборот, зараз, значит, простей снасти, людей простей снасти. То вы понимаете, что на байте шмат беспрацованных экспертов в Белоруссии? Ну, скажем так, шмат людей, с которыми хотелось бы попрацевать, я так сказал. Реально шмат. Я вот тут на форуме размаляюсь с людьми, таки, о, цикаво, классно было бы с вами працевать. Так само я доведусь тут про, шширо признаюсь, только вот, литерально на конгрессе, про Белорусскую академию. Я реально не был в курсе. Это суперрационничество с приватными, с приватными польскими университетами. Одним, так? Неколькими. Ну, супер. Так вот, науковцы, которые имеют науковую ступень, они могут вот таким чином працевать для университетов, уже не в Белоруссии. Супер. Я веду так само про колькость программ в разных краинах, где приймали, мне прямо писали, звонили из академии наук, например, от разных краин, вот такие, слухай, ну у нас есть там пару мест, если ты можешь пораять какое-нибудь в Белоруссии, потому что вот мы могли бы оплатить, взять на себя. И реально раю так само послал людям. Это было и для украинцев, и для белорусов. Потому, в принципе, максимумысти застаются. Я лично, что так само, то, что мы дороже не омовляли, максимумная релокация, это одна из добрых максимумов для науковцев. Трошечку подвучится. То есть, пойти, реально працевать в университете, и отримать стипендию, и, в принципе, выкладывать в университете. Я знаю таких не только и выпадку. Так что, это так само, в принципе, добрый option. Если я хорошо разрумировал Белорусскую академию, то, поскольку у нас есть программа директора Белорусской академии, поэтому нельзя не дать слово Геннадию. И про этот опыт тоже рассказать. Насколько вот с этого фокуса можно посмотреть, да, на Белорусскую академию, не просто как место для учебы, не знаю, пострадавших белорусских студентов, но как опыт сотрудничества, в том числе с частными польскими университетами. Вот, исходя из какого-то, я бы сказал, периода работы в Белорусской академии, насколько этот опыт действительно чему-то помог, что-то новое принес? Для меня оригинальный досвид такой вельми кросс, ну, по многих, кросс-коммуникаций, кросс-коллабораций, так? Потому что, с одного боку, гэта была частка Белорусской Диаспоры, якие съехали давно, с другого боку гэта была репрессованная выкладчика, с третьего боку это были репрессованные белорусские студенты, с четвертого боку это была бưng... Белориско-польская... Польская фундация, это, какая она кирована на Беларусь, так называется «Окно на Всхуд». И из ященого боку это были приватные польские ВНУ. Одразу один, последующие другие, но вот уже четыре пытаются. Я с большим сопрадытом занимаюсь науковой працей, артикулы, конференции, семян новости такого кшталта. Але тое, что мы с оправдым маем махчымости отрывовывать той досвид, якого не тое, как ранее не было где отрывать, а якого не могло быть у Гогулі, потому что ситуация цялком оригинальная. И тое, как худенько тогда мы зарорганизовались, показывает, что натуральным чином мы готовы, ну при намсе добрая участка готовы экспериментовать, так, и выкладчики, и организаторы, и наши коллеги замежные. И, правда, вот как-то отрывается, будет зараз третий год, началось еще в двадцатом, натурально, будет третий год, как мы працуем в таком режиме дистанционном, уже и не кольких выпусков былых артикулов, часовисов освобождающихся, где такие самые международные. Но с оправдой можно, когда с этого пункта поглядеть, то ситуация нам делает выклики, но мы можем на них отказывать. И просто это можно отрывать не то, что капчарованный досвид, а лекарство, но это с оправдой. Я не встречала негативного такого влияния, но читала про такие кейсы касательно именно академии, когда там студентов отчисляли по принципу паспорта, дискриминировали. Но надо сказать, что мы несколько в своем пузыре, собственно, находимся. Мы не так сильно зависимы от того, чтобы нас кто-то оценивал по паспорту или не по паспорту. В своем пузыре оно полезно, удобно, безопасно. В своем пузыре никто меня не дискриминирует. Какой вопрос еще был? А, про экспертов. Ну вот исследование было про то, что исследовательские центры испытывают недостаток квалифицированных кадров. Может быть, эта проблема стала чуть менее острая в связи с тем, что много уехало белорусов, и среди них можно кого-то найти, подыскать и так далее. Но, хотя, например, мы когда ищем какого-то конкретного человека под конкретные задачи, не сказать, чтобы нам сильно легко было. Ага. Окей. Тогда вопрос Татьяны Ивановской. Как раз ответил на этот вопрос белорусского эксперта востребованного в Северной Северной Северной. Да, но я присоединюсь к Сержу, наверное, во многое, потому что я тоже давно уехала довольно, поэтому у меня такой довольно специфический опыт. Но я попробую вот очень кратко по пунктам буквально. Я, конечно, вот реагирую на то, что и Серж говорил, и Наташа то, что говорили, вот по поводу того, насколько важно находиться в стране. Я сейчас немножко, ну, как бы такую шутку позволю себе, Серж, не обижайся, пожалуйста. Но вот я просто представляю, даже если бы Серж был в Беларуси, и он пришел к вашему пенсионеру, где он там в Слуцке у вас, как бы и начал бы ему рассказывать там про какие-то советы. И мне кажется, что все равно ты будешь в Польше или ты будешь там в Беларуси. Да, да, да. Ну, то есть скорее здесь, если уже так вот более серьезно подходить, скорее важно, чтобы, в принципе, этот эксперт обладал символической значимостью и принимался как экспертный человек со стороны вот той группы, к которой ты обращаешься. Это более широкая проблема, чем проблема то, где ты находишься. Я даже думаю, что здесь местонахождение, ну, менее важно. Наташа, вот тут, да, я по тебе тоже, ну, не то, что поопонировала, но тоже про это поговорила. Я, на самом деле, вот, ну, несмотря на то, что я уехала, я уехала недалеко, в Литву, ну, то есть я постоянно ездила. То есть я вот только два, там, два и немножко больше года не езжу. И мне при этом, ну, вот, я, с одной стороны, когда ездила, я тоже мне казалось, что я лучше знаю, но, с другой стороны, я лучше знаю, я про свой круг. Ну, в смысле, что для того, чтобы говорить, что у нас мы, там, антропологи, мы выходим и видим, там, что знают люди в других кругах, для этого физически, ну, не факт, что, типа, нахождение в Беларуси помогут. Потому что, грубо говоря, мне, чтобы войти, там, в поле, в поле, в широком сути, в поле, например, поехать в какую-нибудь сельскую местность и делать исследование… Да, это тоже очень большой вопрос. Поэтому, мне кажется, опять же, вот здесь не так важно, ну, где ты находишься, а то, насколько ты можешь выйти за пределы своей позиции, социальной в том числе, и, там, найти вот это вхождение. Ну, то есть это большие дискуссионные темы, очень важно, мне кажется. Ну, здесь у меня такие замечания. Потом очень интересно, конечно, вот эта дискуссия, и, может быть, нам про это имеет смысл еще поговорить в будущем, это поговорить вообще про соотношение академии и белорусских исследовательских центров. Потому что, я вот честно скажу, я очень знаю про связи, как было в Беларуси связи вот аналитических центров с белорусской академией. Но вот с позиции, там, литовских университетов или, там, еще больше дальше университетов, то, ну, как бы, в Беларуси, ну, как бы у Сингтенко белорусских очень мало, как бы, входа в этот круг академический. На самом деле, вот Серж тоже, ну, там и Сержа Андреева, тут тоже такая прекрасная дискуссия была. Давайте попробуем просто по пальцам посчитать, сколько статей от белорусских, представителей белорусских аналитических центров вышло в хороших академических западных журналов. И реально это, к сожалению, будет, ну, не так много, как хотелось бы. Поэтому, то есть, мне кажется, что вот этот аспект, насколько белорусские сингтенки, они вхожи в белорусскую академию, и раньше были вхожи, вот про это интересно было посмотреть, что сейчас с этим может быть, и какое вхождение в западной академии, вот это тоже, ну, такая очень интересная тема. Я просто сразу скажу, что здесь очень мало хорошего опыта. И я тут сразу перескочу вот на то, что говорилось на счет белорусской академии, да, если не ошибаюсь. Да. Я считаю, что это очень ценный опыт, но если вот говорить про тот опыт, который, мне кажется, очень полезен для белорусов, и вот, который для меня лично очень полезен, тут я свою перспективу сказать, это очень полезно побыть в другом университете, который, может быть, вообще не ведет никакого отношения к Беларуси. То есть, и посмотреть на то, как работают как исследовательские кафедры, как исследовательские центры, так и, в принципе, как работает академия. Потому что, имея опыт в ИГУ, например, работы, то есть ты, получается, вот скрутишься в этом же осеродье, в котором ты был, и тогда ты замыкаешься, и тебе не у кого учиться, некуда расти и так далее. То есть, тут тоже такое размышление. Да, и я полностью поддерживаю то, что говорили с разными коллегами про то, что нахождение за границей дает шанс, на самом деле, вхождение в новые контексты. И очень важно для этого, действительно, и язык учить, и английский, и говорить на нем, и на местных языках говорить, и входить в эти комьюнити. И это то, что, наверное, было бы, повысило бы качество белорусских аналитических центров, как мне представляется. По крайней мере, раз мы уже оказались вот в такой ситуации, то есть в этом направлении, наверное, имело бы смысл поработать. Да, про вот то, что тут дискутировали, насколько аналитические центры не влияли на публичную политику, это очень хороший вопрос. Тут много всего. И, действительно, мы тоже про это, кстати, много дискутировали, много раз это изучали и пытались посмотреть. И, действительно, мы будем говорить, что на этапе, когда устанавливается повестка и как форма участия информирования, это существовало в Беларуси раньше. Ну, я даже могу сказать, что и сейчас это в какой-то степени существует. То есть, когда выходит хороший аналитический документ у экономистов, не только у экономистов, он куда-то там попадает, его почитает. Просто раньше это еще как-то признавался, сейчас даже люди, типа, и не признаются. Ну, там, или признаются только тет-на-тет кому-то. Но и раньше, действительно, вот это вот вхождение было небольшое, сейчас его просто еще меньше, оно стало там еще более-более теневым. И мне кажется, что вот еще одна тема для дискуссии, я, наверное, буду здесь загругляться. Извините, что я много времени забрала. Очень интересно было бы вот поговорить то, что вот вы рассуждали, насколько можно быть ценностно-нейтральным, как исследователю в нашей ситуации. Я абсолютно согласна, что надо быть evidence-based, но я очень сомневаюсь, что ты можешь оставаться, в принципе, ценностно-нейтральным, когда ты пишешь сейчас про Беларусь. То есть твоя исследовательская позиция будет в чем-то определять твои интерпретации. Насколько ты хорошо можешь эти интерпретации использовать для данных, это будет зависеть от того, насколько у тебя хорошие концепции, и насколько хорошо ты умеешь эти данные интерпретировать. И я не вижу, на самом деле, проблемы в том, чтобы в исследованиях занимать ценностную позицию. Но это вопрос, насколько ты это хорошо обозначил, насколько ты проинтерпретировал, как бы где ты находишься, И насколько ты не подогнал данные под эти позиции, а ты действительно сделал выводы из тех концепций, которые ты использовал. И поэтому мы тоже в других уже дискуссиях, причем несколько раз уже говорили о том, насколько нам важно вот работать с этой концепциализацией и учиться хорошо интерпретировать данные. Потому что сейчас действительно мы видим очень много исследований, когда у нас очень много прекрасных данных, очень много этих цифр, из которых мы абсолютно не можем сделать никаких таких хороших выводов, которые релевантны, например, для больших кросс-национальных исследований, чтобы их куда-то отдать или что-то с этим. Проблема интерпретации больших данных, она уже выходит за рамки темы про революцию? И последнее предложение для дискуссии. Я бы еще, во-первых, я поговорила, подискутировала про эту ценностную нейтральность или там что-то еще. А второе, что я бы подискутировала, это в принципе про роль аналитиков, аналитических центров и про политику. То есть вот насколько в нашей ситуации теперешней, вот как это, насколько think tanks могут быть позаполитикой, то есть вот про это бы поговорить. Ну или как они могут взаимодействовать с политикой, я имею в виду не с официальной политикой, а в данном случае со всеми альтернативными политическими субъектами. Ну, наверное, первое, вот, первое, то, что я сказала по поводу, прокомментировала по поводу, действительно, прямо скажу, небольшого числа, вот, даже не то, что ты говорил про статьи в западных журналах, кто-то сказал там статью, и начнем там, участие в конференциях. Просто вспоминается опыт нашего совместного участия в вполне западной конференции, но дальше возникает логичное следствие, что работая в западном университете, это как бы есть, в какой счет включить, это очень понятно, на какие KPI личные влияют, но понятно, что для белорусских think tank, работающих в грантовых проектах, с донорами, не особенно на KPI влияют, это участие в конференции, и тогда оно остается, ну, в общем, как-то личной научной амбицией, которая, в общем, основана, ну, просто на том, насколько находится время на, да, вот, на личные какие-то научные интересы, ну, а насколько человеку-то приходится на другие вещи переключаться. У меня, мне кажется, тоже важный момент вообще и вызов. Спасибо. И... Чтобы не согласны, я с тобой. Окей, потом продолжим закопить. И второй момент по поводу вот того, насколько сейчас хорошие аналитические документы быстро попадают в кабинеты, вот, опять же, тут не могу как-то нерелевантно для исследования, но не могу не сослаться на личные опыты. Мой кейс того, как Лукашенко 1 сентября начал мероприятие о ссоциировании моей статьи, но, опять же, я не могу сказать, что это был подающийся аналитический документ. Полный статья, как статья. Но объективно время между публикацией моей статьи на телеграм-канале независимого СМИ с аудиторией вроде бы в пару тысяч подписчиков и временем цитирования этого документа уже, очевидно, прочитанного, изученного и, очевидно, еще как наболевшего, Лукашенко составило меньше 24 часов. То есть, очевидно, что, наверное, на какие-то, да, там, серьезные аналитические документы нам нужно больше времени, но просто обычно, да, прямо скажем, в обычной ситуации не проявляется так ярко, там, в прямом телеэфире, с обзыванием аналитиков мерзкими, но в целом, просто, наверное, да, ситуации, когда вот так это визуально не проявилось, возможно, как бы документы все еще, в общем, изучаются. Просто мы это не всегда, говорят, так ярко замечаем. Но, опять же, от моего личного опыта. Окей, может кто-то еще из участников хотел бы отреагировать, потому что, то есть, я много чего прозвучало? Тут у нас основной оппонент, ну, так же получилось, да. Ну, особенно вот по тому, кому доверяют там пенсионеры, внутренним аналитикам или внешним аналитикам, если из Беларуси они тебе будут больше доверять, если из Беларуси, значит, тебе будет меньше доверять, да. Но, как бы, реальность такова, что для периферийной страны, ну, Беларуси же периферийная страна, да, но это не играет таким образом. Может быть, больше доверяют беларусским, может быть, больше доверяют иностранным. Ну, мы все знаем в Советском Союзе, как бы, как функционировала аналитика, да, человек там послушал там на радио «Свобода», и он будет верить в этом гораздо больше, чем то, что ему рассказывает какой-нибудь там чувак по телевизору там с Академии наук. Как оно сейчас в беларусском обществе, ну, я, честно тебе говорю, не знаю, да, но, как буду утверждать прямо так, что если ты там местный, то тебе будут больше верить, ну, я очень сомневаюсь, потому что, ну, как-то есть много примеров, когда это, ну, вот, именно так не работает. Ну, не, я на самом деле просто попробую уже подогонить, дякую, Татьяна. Безумовно, это пытание таргетации, сегментации. Мы не можем однольковые месседжи сказать пенсионерам, айтишникам, и там, я не веду, там, еще, я думаю, социальным группам, так, безумовно, потому подкожную, есть свои специфики, Андрей, безумовно, подкожную требует выкористовывать, где-то быть больше интеллигентом, и где-то прийти до пенсионера, альбо до моего соседа, когда я в Беларуси живу, я, конечно, не буду с ним разговаривать вот так вот. Я буду с ним разговаривать вот так, я буду, я буду ему расповедать простыми словами, и, между прочим, опочтимой дискуссии о том, сколько бульбу народило, да, всего в этом году. И потом, слово за слово, а, ты видишь, а тут вот, ты, конечно, там ерунду зробили. Ну, вот так вот, там у этого будет просто по-иншему переконаниях участвовать. Я, между прочим, умеет трактор водить, в отличие от... В отличие от наших далеко от народа. Не женьшим. А, ты можешь на окна и попросить? А что такое народ? Я не знаю. Дозвольте, я просто подаю подогоню то, что сказала Татьяна. Вельми важно. Максима, нам на самом деле варто задуматься про мета. Вот наши основания зараз. Просто, может быть, та мета, альбо то наш, скажем так, фрейм, в котором мы призвучались и працевать, уже неактуальный. Я не веду, но для нас это так само питание. Это индивидуальное питание. Мы не можем сказать про то, что мета может быть огульной для всех финтенков. Есть какие-то, какие я ставлю, заслечиваю. Некоторым, например, тебе важно, там, decision-making. Я, например, у себя завсёдую в этой позиции вельми неутольно отчеваю. И некоторые, ну, это не все мое. И что мне, как бы... Слово, обращаешься. Не, ну, да, да. Али мы кажем, ну, таки, вот, про питание инфлюенса, да, про то, что мы встанем, и это треба нам быть инфлюенсом. Нам треба просто быть, и снова показать, что да, мы ещё есть некая тут кучка интеллигентов, которые кажут, что вот мы ещё, в принципе, нежели там есть на повестке. Может быть, этого будет достатково? Я не веду. Мне задается быть, это слово, это просто идеальный момент для завершения нашей дискуссии. Такое зададенное, шостковое, ретарышенное, шостковое философское питание, кто мы, кубка интеллигентов, яка я демонстрирую, что на есть, идти нам треба займаться больше адвокацией, это бы всё. И все те вопросы, которые, да, Татьяна обозначила, как тоже интересные темы для будущих дискуссий, их, наверное, на будущее дискуссии и перенесём. Про релокацию, мне кажется, мы многие очень важные моменты проговорили. Поэтому спасибо всем, кто участвовал, тем, кто пришёл к нам здесь в аудитории перед награждением. Спасибо Конгрессу и исследователю Беларуси, которые действительно вот уже упоминали его сегодня, как действительно отличную площадку. Всегда была площадка узнать про инициативы друг друга, а теперь Конгресс-то ещё и площадка встретиться тем, кто приехал из Беларуси, не из Беларуси, и возможность всем здесь многое обсудить. Поэтому и спасибо за возможность провести наш первый технически несовершенный, но всё-таки первый выездной экспертно-аналитический клуб. Спасибо всем тем, кто смотрит и смотрел нас в зуме и будет смотреть на ютубе. Ты курс? Спасибо вам, спасибо за вопросы. Прошу прощения отдельно сразу у Артёма Шрайбана, что я опять печатал на клавиатуре, Артём, я знаю, это всё время тебя напрягает, всегда именно ты мне про это говоришь. Спасибо, что напоминаешь. И спасибо всем нам тогда, те, кто на Конгрессе. Увидимся на церемонии награждения. Субтитры сделал DimaTorzok